всем привет это пётр семилетов передачи новой передачи призраки старого софта первый пилотный выпуск вот я избрал такой бесхитростный формат я в уголке экрана вещаю на веб-камеру и что-то такое показываю я решил сделать цикл обзоров или как мне нравится называть передач о старом добром софте о том софте который запускался за считанные доли секунды и объем его измерялся в килобайтах они в гигабайтах как сейчас первый выпуск посвящен dos навигатору я хотел показать кстати выпускаемый до сих пор некроменсерс dos навигатор ссылку откуда его скачать я приведу в описании к этой передаче потому что вот то что выдает google обычно ссылочка на головной сайт некроменсерс dos навигатора там версии последний по моему выложены за 2009 года это я вдруг нашел по dos навигатор 2017 год выпускается версия для windows dos 32 есть даже 64-битная версия dos навигатора но я этот самый свежий dos навигатора вам показать не могу потому что сейчас я запустил классический dos навигатор из-под dos бокса в dos боксе новый некроменсерс dos навигатор не работает отличие некроменсерс dos навигатора от простого dos навигатора в том что во первых некроменсерс dos навигатор поддерживает длинные имена файлов во вторых третьих и четвертых там много других изменений я не не следил за этим признаться мой рассказ о классическом dos навигаторе вот у меня на экране сейчас версия 151 для dos самая пожалуй популярная версия впервые с dos навигатором я познакомился ну наверное в начале 90 когда он только появился у меня был товарищ друг детства андрей я к нему иногда приезжал в гости у него был компьютер двести восемьдесят шестой там еще особенно за него одна была что вместо звуковой карты была такая штука как covox covox speech sync он подключался к lpt порту и выдавал звук лучше чем писи спикер но хуже чем обычная звуковая карта и некоторые игры того времени они могли использовать этот covox для вывода звука оцифрованного вот я как-то к нему приезжаю к андрею и вместо и уже широко известного тогда волков командора который сменил нортон командор он мне показывает вот такой вот серенький экранчик и говорит лучше чем волков командор то дос навигатор или как его тогда еще называли дос пофигатор а чем же он лучше спросил я андрей толком не ответил но показал что а вот тут есть тетрис я вам тоже покажу этот тетрис сузил экран как не надо подстраиваю кое-что самом деле тут есть тетрис гейм полноценный такой тетрис но я не буду у него играть тем более что я небольшой мастер игры в тетрис одно время я играл в тетрис на дэнди даже несколько в этом преуспел дос навигатор сразу так привлек мое внимание тем что вот расцветка разных типов файлов то есть разные типы файлов разными цветами раскрашивается но а плотно уже я стал работать с дос навигатором с конца 90-х когда у меня появился свой компьютер и и разумеется мне понадобился какой-то файловый менеджер для работы с досовскими программами чтобы удобно их запускать ну и тогда я был в любительской сети фидонет и некоторые вещи присущие фидонету удобно было делать именно в дос навигаторе в частности в дос навигатор встроена такая штука как ю ю е кодирование и декодирование фидонете когда вы хотели послать кому-то файл его надо было сначала закодировать вот в эту вот ю ю кодировку так сказать на выходе получался особым образом кодированный но обычный текстовый файл разрезанные при этом на части и вы вот эти вот части вставляли в обычные текстовые сообщения посылали кому надо человек получал его сохранял эти ю ю кодированные куски в единый файл и декодировал их это было удобно делать именно при помощи дос навигатора и дос навигатор был пожалуй у каждого фидошника и тогда фидонете файлы скачивались при помощи так называемых фреков были фрек это сокращение файл реквест запрос файла некоторые владельцы узлов фидонета держали так называемые фрек станции то есть человек выкладывал все эти для скачивания список доступных файлов которые он раздает им и вы могли с его станции запросить какой нибудь файл и вытянуть его при помощи программы и т-мэйл или как тогда говорили т-мэйла и вот дос навигатор был наверное одной из самых популярнейших программ для программ из тех которые скачивались через фреки чем еще привлек внимание дос навигатор кроме того что он красивый кстати вот эта цветовая гамма она настраивается тут все меняется в дос навигатор было встроено много утилит вот дисковые утилиты форматирование диска реаниматор дискет по моему они жестких дисков диск эдита вот этими двумя пунктами я никогда не пользовался кстати а форматировал диски это было очень удобно самая удобная утилита форматирование дискет который я встречал множество других то встроенный утилит среди них вот хочу отметить сиди плеер он воспроизводил обычный аудио сиди там некий калькулятор телефонная книжка терминалом и прочими средствами связи отсюда я никогда не пользовался поэтому не скажу как они работают дос навигатор был написан на turbo borland pascal причем изначальная версия дос навигатора не использовал библиотеку turbo vision но потом разработчики переписали по turbo vision это была такая популярнейшая на пост ссср библиотека не только построение интерфейса при помощи вот символа псевдографики но и она предоставляла различные контейнеры например коллекции как сейчас помню там был такой класс эти коллекции по моему разработка велась молдавской компании read labs который позже стало известно почтовиком the bad написанным на развитие borland pascal и delphi так вот да я же не договорил про turbo vision как очевидно сейчас из открытых исходников дос навигатора он был не просто основан на turbo vision но и код turbo vision лег в основу некоторых модулей дос навигатора команда разработчиков постепенно менялась первые первые версии были разработаны стефаном тонурковым андреем заболотным и сергеем мельником потом к разработке присоединился дмитрий доценко сейчас он по моему в московском государственном университете затем к разработчикам присоединился слава филимонов и потом макс масютин когда the bad стал занимать основное рабочее время в read labs то программисты решили открыть исходники дос навигатор это случилось в девяносто девятом году открытие исходников повлекло за собой рождение двух ветвей дос навигатора одна это некроменсор дос навигатор а вторая это дос навигатор open source project в рамках последнего выпускались версии дос навигатора под ос2 и в n32 дос а не кроменсор дос навигатор тоже пошел своим путем последней версии дос навигатор который был под open source project были выложены по моему в 2009 году а как видите дос навигаторный кроменсорс продолжает разрабатываться поныне и в принципе если люди под windows например до сих пор используют фар то почему бы не пользоваться и дос навигатором хотя дос навигатор не породил в отличие от фар вот эту субкультуру что ли создание плагинов хотя сам по себе дос навигатору очень настраиваемые он при помощи внешних архиваторов может работать практически с любыми архивами тут огромное менюха поддерживаемых архивов и их можно их параметры можно настраивать уже в принципе многим людям не нужны эти архивы был вот некогда популярен архив х а его фиданете использовали для сжатия текстовых файлов были целой библиотеки сжаты этим вот х вот так вот хотя не породилась субкультура плагинов но дос навигатор их и не поддерживал но в дос навигаторе можно было навесить например приключить внешний просмотрщик файлов я использовал да и многие другие х еф использовал со встроенным дизосемблером очень была такая вкусная штучка зеленый цвет шрифта на черном фоне так по-хакерски но очень мощный был хаев этот кстати в дос навигатор встроен текстовый редактор причем с переносом строк по словам что не встретишь даже во многих современных текстовых редакторах например вид же текстового редактора в проекте лазарус для free pascal там нет переноса слов я вот не помню если перенос слов в общем не важно где он есть где его нет но тогда во время создания дос навигатор и во время его популярности в принципе человек мог даже на самом слабом компьютере запустить дос навигатор и и и больше никакой другой софт не использовать вот был на дискете этот дос навигатор и то есть вы с одной дискеты получали и текстовый редактор и какие-то там утилиты и тот же тетрис на этом пожалуй я закончил пилотный выпуск призраков старого софта до новых встреч